МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, дорогих земляков! В эфире программа «Словожанщина. Слово». Мы снова с вами здесь, в уютном здании на улице Чернышевской, 59, в Харьковском отделении Национального Союза Писателей Украины. Начать хочу эту передачу со стихотворения. Романтика – это движение вперед, навстречу солнцу и тучам. Она человека зовет и ведет, сделаться выше и лучше. Это стремление взять приступом ввысь сложной и трудной науки, если глаза упорством зажглись и стали умелыми руки. Романтика нынче на каждом шагу, в дерзком полете ракеты, там, где по рельсам составы бегут, всюду, где вы живете. Она в беззаветной красивой любви, где глаз ослепляет сиянье. «Когда окрыленными ходите вы и ждете волнуюсь свидания, романтика там, где старанье и труд приносят лавры почета, где песни и разум вместе живут, требуя роста и взлета. Она родилась, где над морем зажглись пурпурные стяги восхода, где вся беспокойная отдана жизнь во славу родного народа. Романтика – это движение вперед, навстречу солнцу и тучам. Она человека ведет и зовет, сделаться выше и лучше». Это стихи из книги Вячеслава Картавых «Неповторимые минуты». Сегодня Вячеслав Иванович гость нашей передачи, он рядом со мной. Добрый день, Вячеслав Иванович. Вячеслав Иванович, вот романтика. Я, прочитав вашу другую книгу, ваши воспоминания, можно так сказать, опера, воры, начальники с искр районного масштаба, ну, там рутина, там не романтика скорее. Может, в чем-то и есть романтика, но не знаю. Хотя всего вы добивались сами, и, может быть, то, что вас это стремление сделало человеком, ну, наверное, да, что вы состоялись, это тоже да. Скажите, все же, чего было больше, рутины или романтики? Вот вы мне назовите другую профессию, где было бы столько труда и романтики, понимаете. Романтика сама не приходит. И это мало быть романтичным человеком, летать где-то лежа в постели. Быть романтичным – это надо что-то делать. Надо идти вперед. Я все написал. Становиться лучше, выше. Это безусловный труд, это адский труд. И я, проработав 30 лет в уголовном розыске, считая, что это романтичнее, профессии нет. Мне приходилось бывать в разных ипостасях. И милиционерам, и почтальонам, и пастухам, и слесарям, сантехникам, и артистам. Даже так. Даже так. Притворяться. Играть разные роли. Это оперативная работа. Она многое предписывает. Быть именно романтичным, быть изобретательным, быть искусным, быть отчаянным до безумия на раз. Быть храбрым, быть честным, быть правильным. Обеспечивать и даже быть немножко, обладать обостренным чувством справедливости. Вячеслав Иванович, ну вот вы сейчас с этой книгой, с искр районного масштаба, уже побывали в слушательской аудитории, ну не только Харьковской области, да, и Днепропетровска. Донецкая, Днепропетровская. Да, и были как раз таки в профильных заведениях, где, наверное, собрались за романтикой, вот такие же, как вы тогда в 71 году, когда вы выпустились из... Вы знаете, да, ну я уже смотрю на этих детей с глазами взрослого человека. И, безусловно, поменялось время. Стала другая страна. Другие ориентиры у страны, другие цели у руководителя этой страны. Нам было немножко легче. Мы, во-первых, уже входили в эту романтичную профессию, профессию оперативного работника милиции, уже взрослые. Мы уже служили в советской армии по три года. Мы уже, некоторые из нас создали семьи. Мы уже были в определенной мере мотивированы. А вот эта аудитория, которая сегодня в курсантской среде присутствует, это в основном вчерашние дети. После школы, не видя жизни, папа с мамой, их воткнули туда, это 90, наверное, процентов. Мы имеем, к великому сожалению, окончив вуз по специальности по милицейской инспектора, там, или сейчас оперативный работник, люди уходят. Люди сталкиваются с профессией на ИУ и уходят. Им трудно, и у них уже никакой романтики нет. Работать день и ночь, непонятно за что, и получать полторы тысячи заработной платы, и никакой этой благодарности абсолютно нет. Когда рядом твои товарищи получают хорошие деньги, они вовремя ложатся спать, вовремя приходят на свидание к девушке, а ведь там этого нет. В этой оперативной работе. И, наверное, как у вас вот здесь в книге басни, новые басни, наверное, вот так, как здесь написано, это, наверное, еще идет и от того, что от невозможности, от безысходности как-то наладить и исправить всю ситуацию, потому что ситуация, извините, у нас уже зашла так далеко, что это просто тонкихотство пытаться бороться с этим. Вот возьмем вот вашу басню «Вилла». Волга был обыкновенным клерком, с доходом икс по нашим меркам, но им построенная вилла лесу плутовку удивила, ведь прокурор, судья и мент не криминальный элемент. Живя на скромную зарплату, имеет лишь ума палату, да импортный автомобиль, лесов, озер с десяток миль, поставив четкую задачу, дворец отгрохают и дачу. Никто из них ни вор, ни плут, в госслужбе взяток не берут. Возможно, из речного ила они себе возводят виллы, да? Я сразу отвечу на этот вопрос. Где все наши социальные фонды, которые были в времена Советского Союза, они как раз закопаны вот в этих илах. Когда мы заплатили за квартиру 10-12 рублей, сейчас сколько мы платим за квартиру? Хлеб стоил 20 копеек. Это все было датировано с общественных фондов. Когда мы, наши дети, отдыхали бесплатно в пионерных лагерях, да и нам всем путевки совали. Они говорят, поедьте куда-то за 7 рублей, отдохните. Все это датировалось. А вот сегодня, вот те, которые построили эти виллы, к сожалению, эти виллы же не только у нас. У нас вилочки, основное это наше богатство нашего народа, наших отцов, наших дедов, оно находится у кучки людей. Оно украдено у нас и вывезено. За границу. За границу, да. Ну сейчас делаются какие-то попытки вроде... Я думаю, ни я, ни народ не уезжает. Удастся закрыть неизвестно, вряд ли, наверное. Я бы привел массу примеров. Конечно, не удастся. Но все же хочется о хорошем. Вот у вас есть великолепное стихотворение, портрет. В музее, где сквозь толщу лет на нас века глядели, я видел девичий портрет, исполненный пастелью. Спокойная полутона, эффекты светотени, в глазах и мысль, и глубина, и нежность, и волнение, очей и морская синева, и щек румянец свежий, застыли, кажется, слова в ее улыбке нежной. Чья незнакомая рука портрет нам подарила, и кто глядит издалека на нас с улыбкой милой, чья ты любовь и чья судьба, кто твой художник-гений, увековечивший тебя для целых поколений на милый образ прошлых лет. Мы пристально глядели, и ожил девичий портрет, написанный пастелью. Наверное, вот вы сейчас своим творчеством и создаете эти портреты современника, портреты ваших, будем говорить, тех, с кем вы вместе прошли долгие годы. Результат посещения, первый раз посещение, Эрмитаж посетил, оттуда вот это, результат Эрмитажа. Ну, свой результат вы теперь делаете. Результат мой чистым от моей профессии, от увиденного, то, что прошло через меня. То, чем я занимался, а занимался и в основе этой книги, вот опера-воро-начальники, с искрой на масштабе, прежде всего, конечно, стоят люди. Со своими судьбами, со своими характеристиками, со своими проблемами, со своими нарушениями. И с нарушениями имеется в виду закона. И в этой книге я делаю завязку, закрутку. Они, вот эти люди, с которыми прошел по жизни, многих нет, многих ушли уже в мир иной. Это не только, допустим, уголовно-преступный элемент, но и оперативные работники тоже, многих у нас нет. Многих судьба породнила. Я знаю судьбу, вот один очень такой известный криминальный элемент женил свою дочку на очень известную, отдал свою дочку за сына очень известного милиционера, они теперь сваты, понимаете. Это судьба, это наша история, история нашего города. В частности, вот история улицы Клочковской, там, Дзержинского района, вот больше я там начинал, это пока в это. Вот интересно, тот перечень уголовных элементов, которые вы приводите в этой книге, с которым ваш, якобы, ну будем говорить, герой, которым являетесь, собственно говоря, вы, он боролся с ними. Скажите, это реальные имена? Это реальные, нет, имена есть, безусловно, я менял положительных, я оставлял. Допустим, мой начальник розыска, и первый там, который пришел, бабушка Владимир Маркович, и погиб Валера Ильгин, и потом Фастенко Николай Васильевич, вот он, как мой старший товарищ, Шавчаров, Иван Федорович Павлович Павлович, Петр Петрович, ну ряд, много других, голик, начальник края дела, царства небесного, многих уже нет, живых. Это реальные, ну и там, где отрицательные герои, безусловно, я их менял, поэтичным соображениям, их-то, может быть, сегодня уже нет, но их нет, ну их есть родственники, допустим, да тоже неприлично, кто-то узнает, что папа был его вором, у него, допустим, в семье другое представление об этом, что это был не вор, это был там дедушка какой-то супер-пупер, замечательный человек, зачем это знать? Ну, а события все реальные, это все, я ни у кого ничего, ни одного факта не украл, это все мое, то, что я, чем я занимался, все мои задержания, все мои раскрытия преступлений, все мои оперативные комбинации, это все мое, я здесь их и показал. На этой странице написано книга первая, то есть это сразу предполагает, что будет и вторая, может, еще и вторая, и третья тоже? Ну, опера, вора, начальники, это серия. Книга первая, сиск районного масштаба, я уже заканчиваю вторую, есть предварительное название, у меня уже рабочее звание закон Дышла, не сейчас только, куда повернул Дышла, туда и вышла, но и там советская война, к сожалению, это тоже было, сейчас этим Дышлом в основном управляют криминальные структуры, тогда управляла партия, поворачивала туда, куда ей надо будет, я об этом там тоже буду писать, я говорю, и так у меня задумки минимум 10 романов, да. Вот именно это все? Да, опера, вора, начальники, у меня материалы есть, ну, минимум на 10 романов, как позволит ситуация, как позволит финансы, как позволит здоровье, самое главное. Слава Иванович, успехов вам в этом труде, вы знаете, вы начали очень хорошее и очень нужное дело. Вы знаете, пусть вам пишется и пишется, пусть книги выпускаются ежегодно. Я стараюсь каждый год минимум одну книгу делать. Успехов вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Это была программа «Слава женщина. Слово», в которой мы встречались с харьковским литератором Вячеславом Картовых. Спасибо. 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 Спасибо.